В столице 18 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Виктория Антонишина. Добрый вечер. В ходе официального визита в Германию Касымжо Мартукаев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Казахстана рассказал Вольфган Гоишенгеру об итогах переговоров с руководством Германии. В частности, президент отметил значимость привлечения немецкого бизнеса технологий инвестиций на казахстанский рынок. Вольфган Гоишенгеру в свою очередь сообщил Тукаеву о подготовке к очередному заседанию Мюнхенской конференции, которая намечена на следующий год, и пригласил лидера Казахстана принять участие в авторитетном форуме. Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки НЕМ. Международный комитет Красного Креста приветствует возвращение казахстанских детей из Ирака. Президент этой гуманитарной организации Петер Маурер направил письмо Касымжо Марту Тукаеву в связи с успешным проведением операции по возвращению 14 наших детей из Ирака. Отметив, цитата, «развивая успех операции Жусан, Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи». Маурер также подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия Казахстана и Красного Креста в вопросах репатриации и реинтеграции воссоединения семей психологической поддержки лиц, вернувшихся из зон конфликтов. По его словам, комитет готов поддержать усилия правительства нашей страны и продолжить обмен мнениями по этому вопросу. В частности, предлагается организовать в Нур-Султане или Алматы встречу с представителями других стран региона, которые сталкиваются со схожей проблемой в целях обмена опытом по этой сложной теме, говорится в письме. Казахстан поделился в Организации Объединенных Наций опытом репатриации своих граждан из зон конфликта и их реинтеграции в обществе. В штаб-квартире этой международной организации состоялся брифинг, который вызвал огромный резонанс. Казахстанская делегация во главе заместителя министра иностранных дел Ержаном Машигбаевым рассказала о гуманитарной акции ЖУСАН и противодействии терроризму. Подробности у Майры Абтрахмановой. Последовать примеру Казахстана призывают сегодня руководители контртеррористического управления Организацией Объединенных Наций. Успешная гуманитарная акция по возвращению своих граждан из зон конфликта стала беспрецедентным событием и привлекла внимание мирового сообщества. О такой масштабной репатриации детей и женщин многие участники сегодняшнего брифинга никогда не слышали. Более 600 граждан Казахстана вернулись на родину из зон боевых действий. Тем временем десятки тысяч людей из 80 стран страдают и не могут вернуться домой. Казахстан безусловно является, по-моему, едва ли не первым государством, который провел такую масштабную операцию по возвращению своих граждан из зоны конфликта. На сегодняшней встрече мы также хотели бы акцентировать ответственности других государств. Дело в том, что в лагерях для временно перемещенных лиц на территории конфликтных зон до сих пор находятся порядка 70 тысяч человек. И подавляющее большинство из них это женщины и дети. Были заданы вопросы практического плана о признании гражданства за детьми от смешанных браков, семей, рожденных от отцов из других государств. Это все очень чувствительные вопросы с точки зрения последующей реабилитации. Мы воздаем должное правительству Казахстана за такую уникальную операцию по возвращению их граждан и инициативу поделиться своим опытом с другими государствами, говорили участники брифинга. Среди них спецпредставитель генерального секретаря ООН по делам детей в вооруженных конфликтах Флорес Гаспар, старший советник детского фонда ЮНИСЕФ Таша Гил, начальник управления отделения ООН по борьбе с терроризмом Сивиль Альерзаева, руководители дипломатических миссий и эксперты. Они также отметили инициативу Казахстана по принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, к которому присоединились 87 государств членов ООН. Казахстан был активно вовлечен в вопросы решения сирийского и иракского кризиса во время своего членства в Совете Безопасности ООН. И мы, конечно же, как страна, предоставившая платформу под астанинский процесс, очень активно вовлекались во все вопросы восстановления стабильности, как в Сирии, так и в Ираке. И очень было приятно видеть, что многие страны проникаются сегодня нашим опытом, проникаются нашим примером. И вот все организации, которые с нами активно работали, это и Красный Крест, это и ЮНИСЕФ, многие другие, и правительства стран Ирака, Сирии, США, России, все, кто Турции, которые нам помогали в этом процессе, они сегодня активные сторонники продолжения этого процесса. Более двух триллионов тенге передадут в следующем году из республиканской казны в местный бюджет. Об этом на юбилейной конференции в честь 25-летия Маслихатов сообщила председатель Сената Даригана Зарбаева. Она отметила, что за эффективное распределение средств в регионах ответственность несут депутаты Маслихатов и местные кематы. Также спикер Сената подчеркнула, что депутаты Маслихатов должны принимать активное участие в разработке государственных программ по развитию регионов. В настоящее время правительством обсуждается государственная программа развития регионов до 2025 года. Необходимо уже сейчас включаться в работу над ней. Недавно в Сенате мы говорили о проблемах воды и водосбережения, о сборе и переработке бытовых и промышленных отходов, загрязнении окружающей среды, плохое качество воды, влияет на здоровье людей, сокращает жизнь. Необходимы срочные и действенные меры по оздоровлению нашей экологии, нашей родной земли. Казахстан наращивает и нефтедобычу. По итогам года планируется добыть 90,5 миллионов тонн черного золота. При этом большая часть приходится на три крупных проекта. Это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Уже к 2023 году объем добычи нефти достигнет 100 миллионов тонн, а в основном за счет будущего расширения месторождения Тенгиз. Проект обойдется почти в 37 миллиардов долларов. Он позволит увеличить производство нефти на 12 миллионов тонн в год. На остальных месторождениях прогнозируется естественное снижение добычи. За январь-ноябрь 2019 года предварительное выполнение плана добычи составляет 82,5 миллиона тонн нефти. Это 101,8% к плану за 11 месяцев. План годовой у нас составляет 89 миллионов тонн. По предварительным прогнозам мы его перевыполним. Ожидается исполнение на уровне 90,5 миллионов тонн. Это примерно 100,2% к уровню прошлого года. Больше трех тысяч рабочих мест создадут в Кустанайской области по итогам реализации 14 инвест-проектов. Часть предприятий уже введена в эксплуатацию. Остальные запустят в ближайшие несколько лет. Проекты, в которые вкладывают иностранные и отечественные инвесторы, разрабатываются при поддержке компаний «Казахинвест». Для каждого региона определены свои приоритетные направления. В строительство этого мельничного комплекса турецкий инвестор вложил более 4 миллиардов тенге. Сегодня здесь выпускают по 1200 тонн муки в сутки. Нам выгодно вкладываться в строительство таких предприятий в Казахстане. В стране для нас создают условия. Российские инвесторы наладили выпуск тракторов в индустриальной зоне. Проект встал на колеса в планах расширения. Дополнительно 6 тысяч квадратных метров. Это в три раза больше, что здесь находится. И в 2022 году мы еще будем пристраивать дополнительно для локализации 8 тысяч квадратных метров. Транспортно-логистическая доступность стала решающей для инвесторов из России. Продукцию стального проката экспортируют в соседнюю страну и Центральную Азию. Экспорт у нас вырос с 25 до 35 процентов. В основном это из-за освоения новых рынков в Туркменистане и увеличения объема продаж в Кыргызстане. Всего в списке перспективных в регионе 14 проектов. Общая сумма инвестиций – 839 миллиардов тенге. Мы помогаем и оказываем полное содействие при получении каких-то разрешительных документов. Подбираем для инвесторов инвестиционные площадки. В ближайшие годы в области планируют запустить 5 инвестпроектов. В их числе мясоперерабатывающий комплекс с мощностью в 20 тысяч тонн. Это первый такой крупный завод, который будет строиться. Самый крупный завод в Северном Казахстане. Строим по всем мировым стандартам. Будем получать два сертификата качества. Новое производство обеспечит работой 150 человек. А после запуска всех инвестпроектов в регионе появится 3000 постоянных рабочих мест. Наталья Строкова, Ирмик Мухаммедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. Проходить коррекционные курсы предлагают обязать семейных дебоширов в Казахстане. Несмотря на принимаемые меры, преступность в семейно-бытовой сфере продолжает расти. Если в 2017 году было зарегистрировано 446 преступлений, то в 2018 году – 919, а за 9 месяцев этого года уже 759 фактов. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии по делам женщины и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Гульшара Абдакаликова. Она напомнила, что Казахстан – единственное государство в постсоветском пространстве, где действует подразделение по защите женщин от насилия. В стране разработана новая редакция закона по противодействию бытовому насилию, где предлагается внедрить метод проведения обязательной коррекционной программы для правонарушителей. В частности, законопроекты предусматриваются по детям за насильственные действия сексуального характера, изнасилование, развращение и вовлечение детей в изготовление детской порнографии, лишение свободы на срок от 17 до 20 лет. А там, где пострадали малолетние дети, 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. По женщинам изнасилование без оттикачающих обстоятельств признается чашким преступлением. Это означает, что насильники будут отбывать увеличенные сроки. К ним нельзя будет применить нормы о примирении с потерпевшей. Ежегодно около 100 тысяч несовершеннолетних казахстанцев попадают в органы полиции за совершение различных правонарушений. В большинстве случаев вступить на кривую дорогу у учащихся школ и колледжа подталкивает желание самоутвердиться. Большое влияние оказывают и социальные сети. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал начальник управления ювенальной полиции комитета МВД Осет Оспанов. Также на поведение юных правонарушителей прямое воздействие имеет и обстановка в семье. К слову, ежегодно в стране около тысячи родителей лишаются прав. Основными причинами становятся злоупотребление алкоголем и неблагоприятные бытовые условия. Несмотря на то, что у нас сегодня в СМИ складывается негативный информационный фон о том, что криминогенная ситуация среди несовершеннолетних очень крайне сложная, идут высказывания о том, что у нас идет рост преступлений, на самом деле ситуация у нас среди несовершеннолетних стабильная. Статистика подтверждает это. На протяжении последних лет идет ежегодное снижение подростковой преступности в среднем ежегодно на 6%. Многие преступления, которые находились в тени, которые ранее укрывались, умалчивались, на сегодняшний день подлежат огласке. Сейчас невозможно что-то утаить, невозможно что-то скрыть, потому что у нас развитие технологий, телекоммуникации, смартфонов, интернета. В Актобе погибла 19-летняя студентка, снимавшая селфи на фоне идущего поезда. Несчастный случай произошел поздно ночью на путях в районе авиагородка. Две молодые девушки настолько увлеклись фото- и видеопроцессом, что не заметили приближающийся состав. В результате одной из них поезд-локомотив сбил. Пострадавшая была доставлена в БСМП, где, не приходя в сознание, под утро она скончалась. В связи с чем департамент полиции предупреждает пешеходов быть внимательными и осторожными, как и в ближайших железных дорогах, так и на автодорогах. За безопасностью в школах Восточного Казахстана проследят в онлайн-режиме. 8 тысяч камер видеонаблюдения, установленных при объектах образования Усть-Каменогорска, подключат к Центрам оперативного управления полиции. Стражи порядка получат доступ к прямым видеотрансляциям. Камеры уже смонтированы в помещениях и вблизи пришкольных территорий. В следующем году для оснащения школ областного центра видеокамерами направят более 60 миллионов тенге. Рассматриваем вопрос подключения всех камер видеонаблюдения к Центрам оперативного управления. Это, во-первых, обеспечивает безопасность детей, своевременно реагировать на какие-то происшествия и вовремя предотвратить преступления и правонарушения стороны СССР. Теперь о том, что происходит в мире. В США во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет национальной гвардии «Черный ястреб». Он пропал с радаров через несколько минут после взлета в районе города Сент-Клауд. На борту находились три человека. Причина крушения пока не установлена. Местные власти находятся на месте происшествия. В связи с чрезвычайной ситуацией губернатор штата Тим Уоллс отменил традиционную церемонию зажения рождественской елки. Беспорядками и стычками с полицией закончился первый день общенациональной забастовки профсоюзов во Франции. Столкновения произошли в Париже, Леоне, Нанте и в других городах. В полицейских летели булыжники и петарды. Они в ответ применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые дубинки. В результате были задержаны десятки протестующих. По данным Министерства внутренних дел Франции, в забастовке приняли участие больше 800 тысяч человек. Причиной акции протестов стала предложенная Макроном универсальная пенсионная реформа, которая предусматривает упраздение 42 специальных пенсионных схем. Они позволяют представителям отдельных профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он пояснил, что в Госдепе рассчитали число жертв беспорядков, основываясь на данных, переданных гражданами, а также организациями, которые занимаются такого рода подсчетами. Напомню, демонстрации в Иране начались после заявления властей о повышении стоимости бензина на 50% до 15 тысяч иранских реалов за литр. Это примерно 140 тенге. Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, а превышение этой нормы обойдется в два раза дороже. Иранские власти полагают, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия. К другим темам. Лотерейный бизнес в Казахстане развивается и постепенно вытесняет теневые игровые автоматы. Об этом заявили создатели проекта «Сатта Жолдос». Ключевую роль здесь играют электронные и моментальные лотереи «Лотоматика». На тонкостях и перспективах лотерейных киосков расскажет мой коллега Владимир Вовкис. Национальный оператор лотереи «Сатта Жолдос» помогает государству в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Благодаря новому проекту «Лотоматики» с теневого оборота выведено более 2 миллиардов тенге за 5 месяцев. Сейчас в Казахстане установлено 3,5 тысячи таких терминалов электронной моментальной лотереи. 15% дохода от продаж направляются на развитие спорта в Национальный Олимпийский комитет. И что важно, играть могут только те, кому уже исполнилось 18, и терминал не выдаст выигрыш без ИИН. Для нас самая главная парадигма – принцип ответственной игры. Не допустить несовершеннолетних к участию в лотерее, будь то электронные, будь то классические, любые. Сейчас точки продаж билетов и терминалы расположены в основном в небольших магазинах. Но в планах создателей проекта значительно изменить подход к расположению оборудования для электронных моментальных лотерей. В последующем мы будем переходить на так называемые лотокиоски. Там уже будут и кассиры, там будет более понятный контроль за обстановкой. Там уже не будет этот терминал стоять, допустим, возле магазина, а он будет находиться в отдельном помещении. Их количество будет порядка пяти. Ну, все будет приходить в более цивилизованный вид. Чтобы случайно не перепутать лотоматик с другим устройством, необходимо обратить внимание на цвет. Он желто-синий. Обязательное наличие логотипа, номера и QR-кода. Владимир Бовкис, Нурдовля Джексыбаев, Алматы, Хабар-24. Одна из улиц столицы теперь будет носить имя известного писателя, героя труда Казахстана Абиша Кикельбаева. Участие в церемонии ее открытия приняли госсекретарь Крымбек Кушербаев, городоначальник Алтай Кульгинов, родственники Абиша Кикельбаева и представители интеллигенции. Протяженность улицы превышает 1600 метров. Она находится на левом берегу Нур-Султана, неподалеку от Экспо-городка, и пересекает Мангалик-Ель. Увековечили имя лауреата государственной премии в его день рождения. Сегодня ему бы исполнилось 80 лет. С момента независимости Казахстана Абиша Кикельбаев был соратником первого президента страны Нур-Султана Назарбаева. Этот общественный деятель нес весомый вклад в развитие нашей республики. Я думаю, что люди будут рады, что в столице появилась улица в честь такого человека, на которого должна равняться молодежь. На этом пока все. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин